Сегодня поговорим про довольно щепетильную тему. Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами как всегда сигарет нет. И в этом ролике я хотел бы рассказать вам о причинах попробовать нулевку. Нередко потребители никотина случайно перебарщивают, особенно тогда, когда начинают искать свои пределы. Это не самое приятное ощущение, только если вам нравится головокружение. Вы на время можете стать очень вялым или же наоборот быстрым и возбужденным. Но иногда вам все равно хочется парить, даже если ваше тело говорит вам «Эй, чувак, все, стоп, хватит, я больше не могу». Жидкость с нулевым содержанием никотина означает лишь одно, что она без никотина, вообще никакого, просто его там нет. С нулевой крепостью вы можете одновременно продолжать парить и не создавать никакого дискомфорта для вашего организма. Делайте больше затяжек без необходимости употреблять никотин. Никотин можно почувствовать, когда вы его вдыхаете. Ощущается не только в голове и теле, но и в горле. Это называется удар по горлу, или же троухит, или совсем коротко – ТХ. Ощущение похоже на толчок в горле или удар в груди. Хоть и многие пользователи любят это ощущение и не могут без него, некоторым оно не нравится. Безникотиновые миксы мягкие и практически не ощущаются при парении. Человек может наслаждаться вкусом, теплом и по-прежнему выдувать облака, но без никотина – щекочущего и раздражающего горла. Освободитесь от токсичности никотина. Ингредиенты жидкости для электронных сигарет без никотина почти всегда изготовлены только из пищевых ингредиентов. Если у вас есть основания опасаться попаданию бутылок с никотиновой жидкостью в чужие детские руки, то миксы с нулевым содержанием никотина не будет представлять никакой угрозы. Конечно, иногда у некоторых людей встречается аллергия на один из ингредиентов, но это просто опасность аллергии вообще, не относящаяся к жидкости для вейпинга. Несмотря на то, что жидкость без никотина не обладает никакой токсичностью, ее лучше всего хранить подальше от детей и домашних животных. Безникотиновые вейпы вызывают привыкание. В жидкостях без никотина нет веществ, вызывающих привыкание. Это простая истина, и если никотин является веществом, которое вызывает привыкание, то его отсутствие, соответственно, лишает вас того самого привыкания. И это даже не похоже на случай с декофинизированием кофе, где кофеин был удален только частично. Никотин это добавка для жидкости и вообще необязательный ингредиент. И факт заключается в том, что безникотиновая жидкость, то есть жидкость без никотина, не содержит ни никотина, ни табака. Поэтому она не вызывает химического привыкания вне зависимости от того, какой вкус вы парите. Я надеюсь, что это видео было полезно для вас. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.